Класс! Здесь мы будем жить. Позади годы в общежитии коридорного типа. За это время и дочь появилась. И только теперь быт на самом деле наладится. У семьи Лихторович сегодня новоселье. Уже мечтают, как обставят комнату. Супруга Нина – массажист в больнице. За смену до 15 пациентов признается, наконец-то дома удастся отдохнуть. Блок ничем не отличается от обычной квартиры. Полноценная кухня, что самое хорошее для хозяйки есть. Своя кухня. Даша, будем с тобой вместе готовить. Вместе с семьей Лихторович сегодня ключи от квартир в общежитии в поселке Подминском получили еще несколько десятков семей. В каждой из них мама или папа – медик. Общежитие рассчитано на 348 семей. В приоритете – многодетные. Мы много приезжали. Проходилось вещи собирать. Нашего кота еще перетаскивать. Столько внимания от прессы семья Алешиных не получала никогда. Шутят. Представить сложно. Что было бы, если бы детей было больше? Медик в семье – мама. Ее лицо первое, что видит пациент, открыв глаза после операции. Татьяна – медсестра в отделении анестезиологии. На работе отразиться, я думаю, с положительной стороны. Потому что ты будешь знать, что твои дети в хороших условиях. Здесь рядом школа, здесь рядом сад. В общем, мы заинтересованы во всех этих благах цивилизации. И все в шаговой доступности. Это уже третье общежитие здесь, которое в этом году стало новым домом для медиков. И тут же очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий медработников Минской области сократилась на 40%. Мы планируем в 2020 году продолжить обеспечение жильем. Запланирована реконструкция имеющихся общежитий для создания комфортных условий. А также строительство жилищных кооперативов в Борисове на 107 квартир. И для работников Минской областной клинической больницы на 250 квартир. Этот год сами врачи называют переломным. Квартирный вопрос поднял сам глава государства. И когда посещал онкологический центр в Боровлянах. И во время общения со студентами и педагогами в медуниверситете. Четверть молодых специалистов нуждается в собственных метрах. Хороший пример из тех, кто имеет арендное жилье. За 8 лет не уволился никто. Они будут понимать, что государство при одинаковом даже уровне зарплаты поможет им с жильем. Притом они же не бесплатно это жилье просят. Они будут платить полностью за коммунальные услуги. И даже немножко компенсировать цену на это строительство. За 30, 40, 50 лет они вернут государству эти деньги. Вот это должно железно быть доведено и исполнено уже с будущего года. Девушки, сейчас заканчиваем. Следующая комната поднимаемся на 11 этаж. В новом общежитии Гродненского медуниверситета работа не останавливается ни на минуту. Открытие уже через неделю. А еще нужно установить мебель, покрасить стены. Фронт работы не маленький. 13 этажей, больше 170 блоков. Подключилась даже молодежь. Со всех факультетов и курсов работают и в выходные. Шутят строителям, уже побывал каждый студент меда. Рад помогать университету, общаге. Приятно, что тут будут находиться наши студенты. В целом работа уже общага находится на завершающем этапе. Доносим некоторые матрасы, убираемся в комнатах. Проект современный. Плочная система скорее напоминает квартиры. В каждом три комнаты, на две кровати, кухня, санузел и кладовая. Восемь лет назад на этом месте был пустырь, стоянка для летнего цирка. Затем еще пять лет зияли фундаменты долгостроя. Визит президента в Гродно в октябре 2018-го расставил точки над И. Новый год здесь встретят около 500 студентов. Одновременно, так сказать, мы закрываем проблему экспортообразовательных услуг. А также, так сказать, мы с большим удовольствием предоставляем общежития и нашим многородным гражданам, которые сегодняшний день не все в состоянии снимать довольно дорогостоящие квартиры в городе. Для гродненских студентов этот год знаковый. В городе больше десяти лет не строили университетских общежитий. А теперь сразу два. Медики вот-вот отметят новоселье. Купаловцы в сентябре 20-го. К этому сроку сдадут студгородок в 13 этажей на 1030 мест. Совсем необходимым. От столовой до библиотеки и спортзалов. Влада Корницкая, Надежда Завиновская, Екатерина Круталевич. Наши новости ОНТ.